Древняя богиня И с некоторым из них отождествляла Хатор, древнеегипетская богиня Площала радость, физическую любовь Опьянение материнства Имела зооморфный облик коровы Часто изображалась в обличии коровы Или женщины с рогами С солнечным диском между ними И в широком жереле из множества бус Атрибут хатхор Музыкальный инструмент сист В разных религиозных контекстах Могла сочетаться как матерью По смыслу своего имени Обозначающую женскую утробу Также персонифицировала небо Так и супругой солнечного божества Гора Лера Важнейшим центром почитания хатхор Был город Дендера в среднем Египте Но фактически ее культ Распространялся на весь Египт Древние египтяне считали хатхор Воплощением материнства, любви, радости и блаженства Однако в преданиях Она порой превращается в жестокую убийцу Которого остановить не могут даже боги Она могла принимать облики Священных животных, как коровы, так и свирепые лица Была в числе самых почитаемых божеств Так сказать, представляла собой правящую верхушку Ее отцом был верховный бог Ра Воплощавший солнечный свет и правящий всем миром Супругом хатхор был знаменитый бог воин Хор Или Гор Под покровительством которого были силы неба и их справедливости В тот миг, когда богу Ра стали угрожать воинственные племена людей Желающих получить божественную власть Бог Ге предложил в качестве решения отправить к смертным хатхор Разгневанная богиня была в ярости И из-за гордости и жестокости людей А потому превратилась в львицу Сихмет В этом облике хатхор охватила жажда крови А потому она убивала каждого, кто появлялся на ее пути Но когда враги были повержены Хатхор Сихмет и не собиралась останавливаться Тогда боги поняли, что скоро всему роду людскому настанет конец Чтобы остановить львицу, они разлили вену в пустыне Решив, что это кровь Сихмет Попробовала красный напиток, после чего опьянила и уснула После пробуждения жестокая львица снова приняла облик доброй матери хатхор Ну вот так вкратце, выборочно, такое описание я нашел в интернете О древнеегипетской богине хатхор Пока-пока, до свидания